А вы слыхали, что с 30 мая Летишопс празднует свое четырехлетие? И что бы вы думали? Кэшбэк на Алиэкспресс вырастет до 6%. Это вам не 2,5. А еще можно выиграть призы. Потому спешите регистрироваться по ссылке в описании. И вперед за покупками! Да. Ой, извините. Привет! Пришло время битвы камер очень популярного на сегодня смартфона Redmi Note 5. И я бы сказал доступного флагмана Mi Note 3. Обзоры есть на канале. Разница в цене тоже есть. Mi Note 3 стоит 295 долларов за версию 6.64. Тогда как Redmi Note 5 за версию 4.64 нужно заплатить 200-210 долларов. Главное отличие это процессор Snapdragon 660. Наличие NFC, USB-C в Mi Note 3. И отсутствие всего этого у Redmi. Зато Redmi имеет широкоформатный экран, кому это важно. И Snapdragon 636, что тоже не хило так. Но для меня, как и для многих людей, одним из критериев в выборе смартфона является его камера. И бытует мнение, что камеры в этих двух смартфонах очень даже ничего. Встречал комментарии, что Redmi Note 5 уделывает Mi 6 и Mi Note 3. Ну что же, проверим и глянем, кто из них круче. Поехали. Все фото были сняты на автомате, в родных приложениях камер. То есть так, как фоткает большинство. Начинаем сравнивать. Первое фото роза после дождя. Условия отличные. День, много света. Тут макро и самое близкое расстояние, на котором возможен фокус. Mi Note 3 может фокусироваться чуточку ближе. Они оба не блещут фокусным расстоянием. В том же Redmi 5 Plus оно получше. Вроде бы все одинаково. Делаем кроп и смотрим на мелкие волоски. Mi Note 3 показывает детализацию выше. Смотрим еще на розы. Тут условия более сложные. Фронтальный свет. Включен режим HDR на обоих аппаратах. Redmi Note 5 сделал более темное изображение. В Mi Note 3 светлее и цвета чуть насыщеннее. Делаем кроп и видим, что у Mi Note 3 какие-то шумы повылазили прямо из бутона розы. Хотя резкость и четкость кадра выше. Следующее фото. Тут я разницы особо не смог заметить. Делал кропы в разных местах. Даже если посмотреть очень далеко, все тоже примерно одинаково. И ставь кстати лайк, если тоже любишь кататься на велике, как этот дедуля. Дальше опять немного усложняем условия. Дерево на фоне неба. Тут все очень похоже. Местами есть отличия. Например, приблизив этот листовой выступ, мы увидим, что Redmi чуть уступает. Больше пересветов по контуру. Следующее фото с множеством деталей. Я пытался найти разницу, так и не получилось. Далее пара фото тоже с одинаковой детализацией. Разницы не вижу. На этом фото вроде все похоже. По детализации в Redmi Note 5 чуточку меньше шумов на вид. Но приближаем здание на Redmi Note 5 и пытаемся угадать из чего сделана эта часть. А теперь то же самое с Mi Note 3. Видимо тут и так видно и угадывать не нужно. Тут я фоткал на оба аппарата сразу, держа в руках с автофокусом. И тут мы видим, что Mi Note не очень хорошо сфокусировался. Фото на Redmi Note более детализировано. Далее интересное фото. В Mi Note 3 за счет второго телеобъектива можно приближать картинку в два раза за счет оптики. На Redmi Note это делается только программно. На двух аппаратах приблизил в два раза и ожидаемое качество на Redmi от этого сильно страдает, что мы и наблюдаем. Теперь перейдем к размытию заднего фона или эффекту боке. На первый взгляд фото одинаковые, но делаем кроп и видим приличную разницу. На Redmi Note 5 мордочка собаки более пластилиновая, на Mi Note 3 все более четко. Ну и само размытие на Mi Note 3 по-моему более естественно выглядит. В этом режиме в Mi Note 3 фото делает вспомогательный модуль в Redmi Note 5 основной. Потому в помещении на Mi Note 3 теряется всякий смысл в портретном режиме. Ведь цветочувствительность модуля аж 2.6 против 1.9, на которой снимает Redmi Note 5 в портретном режиме. Подтверждение чему данное фото. У парня на фото с Mi Note 3 не видно структуры бровей. И вообще такие фото не очень естественно смотрятся. На Redmi Note тоже конечно не идеал, но значительно больше деталей. Так, с этим разобрались. Теперь искусственное освещение в обычном режиме. Фото очень похоже и по деталям и по цветопередаче. Но я заметил, что все же на Mi Note 3 больше деталей, особенно по углам. Следующее фото. Света меньше. И тут мы уже видим, что Mi Note 3 явно вырывается вперед. В этом уголке света еще меньше. Давайте посмотрим ближе на дверную ручку, пока никто не зашел. И снова Redmi Note 5 показывает больше мазни. Дальше улица и почти темно. Картинку смартфоны делают светлее, чем было на самом деле. Разница неразительна, но опять Redmi Note больше шумит. А на следующем фото Redmi Note 5 ошибся в цветопередаче. Было приблизительно так, как показывает Mi Note 3. А в Redmi все какое-то синеватое. Приступаем к видео. Как вы заметили, сильной стороной Redmi Note 5 является цифровая стабилизация. Ну а если честно, сама картинка какая-то вроде бы накрыта пеленой. Видео не совсем четкое, хоть и плавное. Проверка стабилизации на камеру Redmi Note 5. Я иду сейчас обычным шагом. А сейчас пробегусь. В Mi Note 3 с этим дела получше, но не сказать, что просто супер. Бегать и снимать не выйдет. Ведь стабилизация оптическая. Им лучше снимать более плавно. Проверка стабилизации на камеру Mi Note 3. Тут она не цифровая, как в Redmi Note 5, а оптическая. Потому немножко больше будет тряски. Пробегусь. Вот такая вот разница у них. Еще по динамическому диапазону Redmi совсем не понравился в видео. В тенях полный провал и далек от реальности. Вот показательное видео с солнцем и тенью. Ну и теперь при недостатке освещенности в помещении. И при очень плохом освещении. Пример записи видео при плохом освещении. Плохое искусственное освещение. Смотрим на белую стену, на уровень шумов. Ну и делаем свои выводы. Я думаю немного разобрались. Что могу сказать от себя? Чуда не случилось. Mi Note 3 создавался как более топовое устройство. И представитель серии Redmi не утер ему нос. Но не скажу, что он сильно прям уж так отстает. Тоже достаточно неплохой уровень. Особенно учитывая их цену. Ах да, кстати фронталка в Redmi Note 5. Немного даже лучше чем в Mi Note 3. Кому это важно, учитывайте этот момент. А теперь друзья, вопрос на засыпку. Бытует мнение, что вроде Snapdragon 636. Который стоит в Redmi Note 5. Почти тот же 660. Что и в Mi Note 3. А значит игры должны идти почти на одном уровне. Или примерно так же. Давайте проверим это в одном из следующих видео. Самому интересно. Для этого подписываемся, чтобы не пропустить. И активируем колокольчик. А с вами был Smart Plus. И всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok